Какая из этих рубашек выглядит дороже? Рубашка номер один. Я покажу некоторые ее детали. Или рубашка номер два. Что ж, если вы считаете, что рубашка номер один выглядит дороже, то вы правы. Но вы, скорее всего, удивитесь, узнав, что обе эти рубашки имеют одинаковую стоимость. Но почему она выглядит дороже, во-первых, материал. Это сделано из стопроцентного хлопка, это из синтетического материала. Синтетика более глянцевый материал, поэтому он будет сильнее блестеть. Когда я смотрю на материал этой рубашки, я вижу переплетение нити елочкой. Материал получается такой текстурный, в целом он более качественный. Еще одна деталь в материале этой рубашке около 8 стежков на дюйм. А в этой, когда я смотрю на воротничок, на край воротничка, я вижу около 12-14 стежков на дюйм. Это такая маленькая деталь, но на самом деле она имеет большое значение. Кроме того, давайте обратим внимание на пуговицы. Эти пуговицы маленькие, пластмассовые, но они выглядят лучше, чем вот эти пластмассовые пуговицы. Эти пуговицы побольше и выглядят они дешево. Я внесу ясность, эта рубашка совсем неплоха. Но это такой рабочий вариант, и если вы хотите, чтобы ваш гардероб выглядел дорого, не стоит его забивать такими рубашками. Вместо этого носите рубашки из натуральных материалов, хорошо сшитые и с качественными деталями. Далее ваша верхняя одежда. Обратите внимание, я все еще в простой рубашке, но я накинул на нее спортивный пиджак из стопроцентной шерсти. Шерсть добавляет текстуру, выстраивает образ и делает его элегантнее. И не обязательно надевать пиджак или спортивную куртку. Можно выбрать джинсовую куртку или кожаный пиджак или же замжевый пиджак. Важно выбрать такую верхнюю одежду, благодаря которой ваш образ будет выигрывать. Потратьте время на то, чтобы найти качественное изделие из хорошего материала, подходящее именно вам. Далее поговорим об аксессуарах, а конкретно о часах. Нужно ли покупать дорогие часы, чтобы ваш гардероб выглядел дороже? Мой ответ, господа, нет. Вовсе нет. Лично у меня есть часы, которые стоят тысячи долларов, есть те, которые стоят несколько сотен. Поискав, можно найти отличные часы за несколько сотен. За сотню баксов можно найти потрясающие часы, благодаря которым ваш стиль выйдет на новый уровень. Какие же часы лучше выбрать? Лично я люблю вечную элегантность. Мне нравится простота, мне нравится что-то высокого качества. Все это можно найти, если вы озаботились поиском. Однако здесь все зависит от ваших личных потребностей. Проводя много времени в непомещении, в спортзале, может быть, нечто подобное вам подойдет. Я такие не ношу, потому что они не соответствуют моим потребностям. Но даже за сотню баксов, зная, что искать, вы можете найти часы, благодаря которым ваш гардероб будет выглядеть дороже. Следующее одно из моих любимых, потому что большинство парней даже и не подозревают об этом. Занимаясь шопингом в Таргет или Уолмарт, ищите в этих магазинах бренды. В Таргет это Goodfellow&Co, в Уолмарт это Джордж. Что это за бренды? Эти бренды принадлежат магазинам, которыми их можно приобрести. Часто эти магазины, анализируя то, что пользуются у людей спросом, говорят, а знаете что? Как насчет того, чтобы производить такую одежду нам самим, а потом продавать ее по более низкой цене? Так мы получим больше прибыли. Это плохие новости для производителей дорогих дизайнерских товаров высокого класса, но это отличная новость для вас. Эта куртка левая стоит сотни баксов, а это из Уолмарт, бренд Джордж, всего 20. Отличная сделка, да? Далее с этого пункта я мог бы начать это видео, но не стал, потому что если вы смотрели видео на моем канале, вы знаете, что я говорил об этом много раз. О чем я? О том, что важно, как вещь на вас сидит. Вы можете потратить много денег, 2000 долларов на костюм, но если он вам не подходит, вы даже близко не будете хорошо в нем выглядеть, потому что он создан не для вашего типа телосложения. Вы будете выглядеть в нем как в дешевом костюме за 100, 150 долларов. Если он не создан для вас, вы будете в нем выглядеть плохо, но вы можете всегда подогнать костюм и другую одежду, поэтому важно иметь своего портного. Раньше можно было взять разные вещи, рубашки, джинсы, то, что относительно легко подогнать, и отдать их своему партному, попросив его подогнать их под вас. А если вы не хотите отдавать вещи партному на подгонку, чтобы не тратить деньги, тогда научитесь базовым приемом подгонки самостоятельно. Ушить рубашку – это просто подогнать ее в области торса. Также можно укоротить рукава рубашки или подшить джинсы. Это не так сложно. Попробуйте сами или попросите кого-то из близких. Смысл в том, что когда вещь подходит вам как влита, и она будет намного лучше на вас смотреться, и вы будете выглядеть гораздо элегантнее, а ваш гардероб будет выглядеть дороже. И это не так сложно устроить. Просто не покупайте во время шопинга ничего, что вам не подходит. Или то, что нельзя подшить так, чтобы подходило именно вам. Не важно, насколько качественная вещь, которая вам нравится. Не берите, если это не подходит вам. Следующий пункт заключается в том, чтобы научиться гладить и отпаривать одежду. Я не принуждаю вас пойти и купить отпариватель, но если вы готовы это сделать, мои поздравления. Он сэкономит вам много времени, и у вас будет гораздо меньше проблем. Вам не придется платить за глажку, и ваш навык сэкономит вам деньги. Но многие из вас ребята могут просто обновить свой утюг и купить паровой утюг. Вот в этом, например, обратите внимание, от 50 до 70 маленьких отверстий. Это как раз то, что нам нужно, потому что нам нужно много пара, и поэтому этот прибор следует приобрести. Никогда не кладите утюг на костюм, но я могу поднести утюг близко к висящему костюму, выпустить пар и разгладить материал, чтобы разгладить его и избавиться от заломов ткани. Этим утюгом можно спокойно гладить хлопок, если вам нужно погладить рубашку. И когда вы гладите свои рубашки, если вы не уверены, из чего она, всегда читайте ярлычки с изнанки. Там расшифровывается состав ткани. И прямо в настройках утюга выбирайте то, что вам нужно для изделия. Суть в том, что глажка – это относительно легкий способ придать лоск вашему внешнему виду. Далее избегайте логотипов и больших рисунков на футболке. В целом, ребята, любой лого или бренд – это вы. Потому что это то, для чего нужна одежда. Вы носите ее, чтобы показать себя с лучшей стороны. Если вы хотите выглядеть дороже, если ваш посыл «Эй, у меня элегантный дорогой гардероб», тогда просто забудьте все эти огромные логотипы. Небольшие логотипы приемлемо, но большие на брюках, шортах просто не смотрятся. Если не согласны, пишите в комментариях, но я бы посоветовал вам избавиться от них. Следующее – научиться полировать обувь. Это несложно, нужно просто купить воск для чистки обуви и воспользоваться старой футболкой. Нужно добиться такого эффекта, чтобы кожа ботинок сияла до зеркального блеска, да так, чтобы вы могли видеть себя, чтобы вы могли видеть отражение света от обуви. Именно так нужно чистить обувь. Очень много парней покупают хорошую обувь, но не удосуживаются о ней заботиться. Я понимаю, если вы всегда заняты. Я не заставляю вас каждый день полировать обувь до зеркального блеска. Я хочу сказать – просто заботьтесь о своей обуви. Потому что чем дольше и лучше вы заботитесь о ней, тем дольше она прослужит. Далее, это больше философия шоппинга – покупайте меньше, но покупайте лучше. Когда вы что-то покупаете, думайте в долгосрочной перспективе. Как эта вещь впишется в ваш гардероб? Вы точно собираетесь носить эту вещь? Самая дорогая одежда, которую вы когда-либо покупали – это одежда, которую вы никогда не носите. Вам нужны вещи, которые вам нравятся, которые подходят к остальным предметам гардероба и которые прослужат долго. Я думаю, что лучше иметь меньше вещей, но которые вы носите часто, которые выдерживают испытания временем и которые служат долго. Эти вещи всегда будут выглядеть лучше, особенно если вы заботитесь о них, по сравнению с теми, что вы купили в порыве эмоций, но которые смотрятся и стоят дешево. И в итоге оказывается, что вы потратили много денег на то, что не носите, на то, что вам никогда толком не нравилось. Поговорим о цвете. Во-первых, избегайте всего яркого, неоновых оттенков. Да, они могут использоваться в каком-то сезоне, они могут быть в тренде. Вы даже можете использовать их как яркие акценты, но помните, что эти цвета не выдержат испытания временем. Я поклонник нейтральных оттенков. Нейтральные цвета – это те цвета, которые не всегда привлекают внимание, но выстроить из них базовой гардероб и они являются классикой. Это черный, серый, синий, белый и даже коричневые цвета и их вариации. И поговорим о монохроме. Прямо сейчас вы можете заметить, что в моем образе присутствует монохром. Светло-голубой, темно-синий и вариации синего цвета. Даже в нагрудном платке у меня есть синий, немного серого и немного белого. Я люблю однотонные образы. Я знаю, что многие парни любят черный цвет, но я полагаю, что для большинства мужчин более выигрышно смотрится серый. И я советую вам рассмотреть вариант серого вместо черного. Я думаю, с черным цветом немного переигрывают, особенно по части мужских костюмов. Черные костюмы хороши на официальных мероприятиях, хороши черные смокинги. Но в обычной жизни присмотритесь к угольно-серому цвету, разным оттенкам серого. Я думаю, такие костюмы будут намного более универсальны в вашем гардеробе. Если углубляться в тему цвета, господа, тут я многое могу рассказать. Я много могу говорить о цвете относительно цвета кожи. Мы можем обсуждать оттенки, какие оттенки подходят каждому конкретному человеку. Об этом я рассказываю в этом видео. Это руководство для мужчин по цветовым оттенкам. Обязательно посмотрите его.